И всем привет, ребят! С вами MrBakers, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. И сегодня вместе с вами мне хотелось бы обсудить очень важную тему, которая, ну, наверное, на сегодняшний момент времени как никогда актуальна. Сегодня я бы хотел поговорить о проблемах в нашей игре и о том, почему онлайн в нашей игре значительно в последнее время упал. Если вам подобного рода видеоролики нравятся, где мы обсуждаем интересные темы, наболевшие, возможно, темы, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, не забывайте также подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танк-коинов. Для этого настройка игры в аккаунте, установите ему личный такт, тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня я на фоне просто поставлю танк в серебре, ну и обсужу тему, которая, ну, наверное, как никогда актуальна, да? Да, повторюсь, эта тема связана с проблемами нашей игры, и, возможно, вы заметили, возможно, не заметили, но я очень четко заметил то, что сейчас онлайн очень сильно просел, и на то есть свои причины. Очевидно, очевидно, что есть причины, почему онлайн в нашей игре падает, и сегодня все эти проблемы я выскажу, как я вижу это все со своей стороны. Ну, а вы в комментариях сможете дополнить, согласиться, либо не согласиться, и высказать свою позицию, связанную с данной проблемой. В первую очередь, хочется, конечно же, сказать о том, что самая главная проблема, это, конечно же, лаги и додос-атаки, которые на протяжении последнего года присутствовали в нашей игре очень и очень часто, и именно это выбивало большое количество игроков из колеи, и отвергало, и дизморалило, после чего игроки просто не заходили, либо уже не проявляли столь большого интереса к игре, да? Додосы периодически также и сейчас появляются, хоть и Орех говорит о том, что у нас стоит шикарнейшая защита от додоса, и вправду сервера стали новые, но периодически проблема появляется, и на мой взгляд, додосы это то, что изменило онлайн игры кардинально в худшую сторону за последний год. Также хочется сказать о ивентах, которые чаще всего повторяются и не выделяются чем-то новым, да? В моем понимании хотелось бы видеть, да и многим игрокам, я думаю, что даже всем игрокам хотелось бы видеть больше всяких движух, интересных, ивентов и разнообразий в игре. Потому что каждый день, вернее даже не день, а каждую неделю в четверг я знаю о том, что будет анонс, и то, что у нас в анонсе будет 3 дня повышенных фондов. Это пятница, суббота и воскресенье, да? То, что будет там условно супермиссии, будет какой-то режимчик, ну и там условно может быть там раз или два раза в месяц, залетят у нас скидочки 30% Есть определенные праздники, которые сразу можно предугадать и знать, какие будут скидки тогда, когда, тогда. И нету ничего практически такого, что ты просто вот заходишь и так вау! И прям, знаете, хочется тушить прям по-плотному, да? Давно такого не было. Не было каких-то жестких битв ютуберов. Например, в моем понимании, вот за последние пару лет, та битва ютуберов, в которой я не участвовал, да? И в которой я набивал звезды за джампера, это было просто что-то нереальное по именно отдаче моей личной, да? И интереса к игре. И если бы таких ивентов на сегодняшний момент времени было бы значительно больше в нашей игре, то, я уверен, на 100% онлайн бы был бы больше тех цифр, ну раза в два, наверное, да? А когда у нас по дефолту выходят одни и те же ивенты, без никаких нововведений, это, конечно, выглядит максимально грустно. Да, в последний момент порадовал нас орех компенсацией, которая дала 30 дней премки всем игрокам, и каждый без доната смог на аккаунт свой получить этот месяц премочки, но за столь длительный период времени я бы сказал, что этого не так много, да? Относительно того, что у нас происходило за последний год, да? И как эти цифры, ну, падали, да? Сколько хейта, сколько негатива у нас везде выливалось. И очевидно, очевидно, что это было, ну, не что-то такое, что типа там рандомно появилось, да? Или то, что там необоснованная критика была, да? То есть, по сути, все было, ну, по фактам. Все было четко по фактам. Ну и хотелось бы, конечно, сказать про то, что мне бы лично хотелось. Больше изменений в рамках баланса, да? То, чтобы мета менялась, чтобы появлялся какой-то дополнительный интерес. Появлялись большее количество новых вещей в игре, именно устройств, да? То есть, это тоже всегда мотивирует играть и заставляет проводить время в нашей игре, да? Все эти ивенты, движухи были бы очень интересны, если бы они были бы разные и не похожие друг на друга. И, быть может, появлялись бы периодически, например, на фулл неделю повышенные фонды. Хоп, в моментике. Скидочки 70% на 1 час, как у нас было когда-то, да? То есть, чтобы у нас происходили вот такие какие-то маленькие вещи, но они бы заставляли и Ну, максимально проявляли интерес даже, я бы сказал, наверное, к игре, да? Потому что нету чего-то такого особенного на сегодняшний момент времени, чего бы хотелось бы видеть, да? А реально, если так подумать, поразмыслить, не так уж и много надо, чтобы сделать из нашей игры более жесткую и вкусную темочку. Чтобы каждый был замотивирован и горел желанием поиграть в нашу игру. Получилось довольно неплохо, если честно. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Поддерживайте обязательно данный видос лайком. Пишите все свои мысли по этому поводу в комментариях. Ну и, возможно, у вас есть что-то добавить, есть с чем-то согласиться, высказать свою позицию по этому поводу, по поводу проблем, по поводу падения онлайна. Ну и, конечно же, не забывайте проявлять максимальную активность на этот видос. Я бы очень сильно хотел бы, чтобы Орех в первую очередь обратил внимание на это и задумывался о том, как можно поднять онлайн и как можно заинтересовать игроков на сегодняшний день. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.